хочу друзья вам показать свою орхидею старушку но она мне напоминает акварельного художника когда распустится я вам покажу когда мы расцветем она сегодня у меня здесь на столе я просто решила посмотреть на ее состояние обновлялась на очень много раз потому что ей девочки очень много лет она была куплена мною в августе я вспоминала сегодня в августе 2012 года представляете это одна из первых орхидей и вот смотрите она у меня всегда цветет цветет такая цветунья прям вообще и вот смотрите я оставила ей цветонос с летнего цветения она разбудила две почки вот уже мы дуем бутончики здесь и здесь вот здесь была еще у нее было желание сделать ответвление чего бы мне очень хотелось но она не потянула вот здесь вот формируются бутоны здесь тоже но еще ребят уже заметили еще два цветоноса в нее идут в общем она у меня что только с ней не было и корни сбрасывала и все что хотите вот она у меня пересажена корни у нее генетически очень такие мощные и цветоносы тоже видите жирные в общем это знаете такое домашнее домашнее цветение сейчас у нее всего лишь пять листиков я надеюсь что я уже все нормально и уход организовала как следует посадка у нее нормальная наконец-то то она у меня вечно экспериментальный вариант то в том то в том растет свои цветоносы которые постоянно цветут она все время цветет как бы я ее никуда не засовывал она цветет очень такой знаете мощный устойчивый сорт с удовольствием покажу вам ее цветение но есть у меня на канале ее цветение она такими знаете розовым и с такими белыми ну такая бледно-розовая с такими бледными белесыми вкраплениями но очень похоже на акварельного художника и каждый цветок у нее индивидуально раскрашен вот это подкупает конечно больше я не не встречала такой орхидеи на как это уникальное удивительное пыталась найти в этих всех каталогах но не смогла в общем листик у нее не сказать что прям сильно огромен но и не маленький но сказать что на место много занимает нет но это вот одна из моих старушек вот спрашивают многие сколько же живет орхидеи до орхидеи долго девочки живут если им создать достойный уход и орхидея приспособиться к вашим условиям и вы будете соблюдать минимум требований поливе подкормки в освещении но конкретно вот для нее все по минимуму ну поливается как и все пересаживается не часто по мере взросления ее корневой очень часто единственное у этого сорта почему мало листьев девочки она засушивает как это говорят у нас нашей среди архолюбов съедает листик но я не знаю вот она есть за ней такой грешок и меня это не всегда радует потому что мне хочется чтобы у нее было знаете крупная лиственная часть у нас не получается потому что у нас постоянно идет отжелтевание листьев вот она отсветает берется за рост нового листа и она обязательно какой-то нижний лист старый желтится той 2 и получается как бы хочет чтобы наросло 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 но ничего не нарастает в общем она с удовольствием всегда будет вот эти вот почки цветет она два раза в год долго очень держит цветы и вы знаете она одна из тех кто раньше всех зацветает и одна из тех кто позже всех отцветает то есть уже все отцвели она еще стоит там с одним с двумя цветочками в общем такая красопета очень интересный сорт прям жду не дождусь ее цветения и опять таки я вижу что вот этот уже цветонос старый будет вовсю цвести эти цветоносы будут догонять в общем мы наверное войдем из зимнего цветения скорее всего в летние и у нас такой наверное в этот раз получится знаете такое долгое бесконечное цветение без отдыха это тоже не сильно хорошо но она кстати охотно растит и листья и корни одновременно произведя на свет много бутонов и цветет так что я вот за вот за ней за кого за кого за нее я не переживаю такая знаете уже проверенное временем я все орхидеи проливаю ну проливом но летом конечно оставляю здесь побольше водички она испаряется ей нравится и кстати я не посмотрю ой сори девчонки ну вот это ее любимое занятие сколько бы там корней не было она все равно будет в дырочке проращивать корешки вот такая вот красопета я в этот раз положила побольше мха потому что все таки я заметила она любит попить но они все любят такое знаете чтоб не пересыхать что было влажненько сейчас вот у нас прохладное я сейчас не поливаю часто сейчас они у меня по минимуму водички получают в общем девчонки вот такая красопета ждем цветение этого неизвестного мне сорта но я ее вот в домашних условиях своим таким домашним просто посмотрела в каталоге видео что вот акварельный художник у них есть хоть сходство с ней может быть не совсем это акварельный художник но похоже очень похоже на на него в общем вот так друзья мои решила в этом видео вам показать еще вот эту свою старушку потому что новые сорта покупаешь все-таки очень радостно когда есть вот такой вот твой старый друг который стаж мой прошел уже крым-рым и медные трубы и это как бы знаете начало опыта начало опыта на этих первых орхидеях ты учишься узнаешь о них новое и в принципе на них все испытываешь разные новые подкормочки разные методы в общем одна из них ребята вот так вот она у меня сохранилась уже десяточка ей десяточка у нее есть лет 10 зим 10 уже не знаю сколько цветений не 10 но если по два раза в год уже раз 20 наверное цвела за эти 10 лет если не буду наверное да в среднем около 10 раз цвела но не было такого периода чтоб она не цвела в общем вот так вот друзья мои с удовольствием вам покажу как она будет цвести все всех обнимаю всем пока пока